денис приветствую тебя привет всем на встрече как и всегда обсуждаем технику и фундамент но правда временно с не совсем привычное возможно даже в этом эфирка будет сегодня мы с тобой собрались буквально за пару часов до выхода нон-фарм перлс то есть прям перед самым громким фундаментальным событием может быть друзья даже не только этой неделе важно напомнить что такого рода значимый фундамент безусловно влияет на решение американского регулятора по процентной ставки а то что происходит с процентной ставкой это уже в свою очередь воздействует на доллар а доллар уже влияет на финансовые инструменты за которыми мы обычно следить поэтому прежде чем начать я хотел бы еще раз обратить внимание всех тех кто сегодня собирается работать на рынках что ожидается серьезная волатильность движения точно будут значительные я уверен что если сейчас бросить так взгляд на те уровни которые мы сейчас видим по той же самой европейской валюте вот например уровень 0.98 я почти не сомневаюсь то что текущая торговая сессия будет закрыта на значениях которые будут отличаться от текущего уровня фигуры на полторы на две потому что я сторонник того что сегодня будет жаркая торговая сессия потому что сегодня отчет который выйдет по американскому рынку труда может либо увеличить вероятность повышения ставки уже четвертый раз подряд на 75 байсных пунктов на заседание 2 ноября либо напротив снизить вероятности поэтому контролируйте риски следите за загрузкой депозитов это как и всегда важно я пожалуй позволю себе сказать и за дениса тоже которые всегда присоединяются такого рода рекомендациям по риск менеджмент это важно друзья сегодня у нас не обычный день сегодня у нас серьезный заряженный пятничный такой трейд впереди и нужно держать руку на пульсе как винить но поскольку у нас но он формы можно посмотреть сегодня на европейскую валюту потому что опять же евро доллар коррелирует с индексом доллара но формы влияет на индекс американской валюты на этот дуэт финансовых активов также можно затронуть по одному активу бы соседних секторов финансовых рынков например фонды снт 500 и можно посмотреть на товар на серьезу как нормальный план да отличный план супер ну давай тогда демонстрации пока европейская валюта у меня сейчас открыто текущей котировки 098 как я только что отметил я сегодня рассчитываю на то что движения будут значительными я сторонник того что после выхода предстоящего релиза по нон-фарм фэрлс мы фактически получим уже окончательный железобетонный аргумент в пользу того чтобы федерезерв не отказывался от политики проведения более жуткой монетарной политики и от более высоких процентных став то есть я серьезно рассчитываю на то что он еще один сильный отчет фактически закроет вопрос с вероятностью повышения процентной ставки индекс доллара на этом фоне превысить 113 пунктов и логичным образом это должно оказать давление на европейскую валюту сайт на этой неделе мы видели как пара евро доллар снова протестировала притетное значение выше не пустили евро начали опять продавать и вот такая вот планка вверху потолок держится я думаю что по всем таким фундаментальным канонам сейчас в евро куда больше оснований для того чтобы просесть ниже значение даже 097 096 я постоянно смотрю за прогнозами на стендер чартер сети банков америка голланд сакс медианная оценка этих банков подполагает что этот год будет закрыт в районе 095 по на евро долгу в прошлый раз мы с тобой тоже обсуждали евро я говорил про прогноз акса банка как вы помните друзья там вообще ждут отметки 08 пару евро доллар но денис тоже комментировал в прошлый раз такие рекомендации такие ожидания перебор возможно и нет ровным счетом никаких оснований либо даже прецедентов того чтобы пара оказалась это то есть это фактически просто попытка спрогнозировать что-то аномальное и рассчитывать на то что это возможно реализуется или не реализуется но я думаю что евро останется под давлением во-первых укрепляющегося доллара во вторых инвентического кризиса плохой макроэкономической статистики и неделю опять же начиная от индекса активности в производственном секторе потом индекс активности в сфере услуг роничные продажи вот сегодня вышли данные по роничные продажи на германии по сути добили вот этот общий фундаментальный фон и показали что в целом других признаков того что экономика есть уже в рецессии и не нужно искать это настолько очевидно что отрицать это даже по меньшей мере глупо как действовать сегодня вот прям если видите друзья график просится особый акцент сделать на уровень узенький диапазон 09770 098 я думаю что вот до выхода нонфармов консолидация будет где-то вот в этом диапазоне плюс минус 10 пунктов и потом мы все таки пробьем уровень 09750 и пойдем ниже это моя рекомендация то есть я сегодня может быть не хочется накапливать конечно но я сегодня за то чтобы евро все-таки остался под давлением что касается золото текущей котировки 1709 долларов за тройскую пункцию денис золото конечно же если полагаться на такой здравый фундаментальный анализ вряд ли сможет сохранить восходящую тенденцию если реализуется тот сценарий о котором я сказал то есть если укрепиться доллар а соответственно и вырастут доходность американских облигаций то есть золото нужно шортить но у меня прям рука не подымается сейчас за шортить золото потому что помимо всего там того фундаментального фона который привычен к рынкам вот именно обсуждение перспектив повышения процентных ставок есть настолько нестабильная геополитическая ситуация что иногда новости читаешь и страшно становится за то чтобы дальше и я думаю что вот с учетом этого золото все таки прямо в любой момент может показать такой рост который мы видим например феврале года и я вот здесь стараюсь как бы перешагнуть через свой привычный фундаментальный анализ и искать возможности все-таки для долгосрочных покупок золота именно на основании того что этот актив должен расти при их усилении геополитической напряженности в мире для тех кто прям хочет сегодня поторговать золотом я бы наверное его даже не трогал все-таки есть и другие активы в частности евро доллар и американский фондовый рынок кстати сентября то на которой я сейчас зацепить внимание если ты сейчас котировки 3753 пункта я сторонник того что она будет снижаться потому что не может она расти и ставим повышение процентных ставок и при ожидании того что ставка фрес консульта года будет в районе четырех с половиной процентов то есть костяк технологичных компаний которые основу составляют на знака снб и они будут мягко говоря не очень себя чувствовать при таком уровне процентных ставок учитывая зависимости от взаимного капитала конечно же это негативно отразится на показателях результат квартальной хозяйственной экономической деятельности и в конечном счете все это будет топить постепенно фонду подводя всех к разговорам о новом глобальном финансово-экономическом кризисе который может разразиться уже в конце этого года таким полным ходом если цены на нефть и перепишут локальный максимум и станут причиной еще большего роста инфляции зачем точно последует еще больше и более активное повышение процентных ставок коррекция мне кажется уже позади вот то что вот вы купали в течение этой недели до отметки даже 3800 для тех кто искал уровень для продажи мне кажется это прям текущие котировки нормальные чтобы шортить с целями 3600 3500 и Goldman Sachs сегодня читал прогноз они вовсе ожидают 350 но правда уже к концу первого квартала следующего года но прежде чем будет 350 друзья мы сначала сделаем нашу цель 3600 и 3500 на которые я рекомендую смотреть и не слово тебе да сейчас секунду так момент настройка была выключена сейчас включил отлично теперь меня видно на самом деле я считаю что даже хорошо что мы именно сегодня разбираем потому что перед важными макроэкономическими показателями по штатам как раз вот пройдемся это уже фундаментальный фонтально расписал я его хочу подтвердить подчеркнуть технической частью значит что я вижу по евро по евро я с тобой абсолютно согласен то есть движение вниз на 10 в приоритете сейчас цена подошла к ближайшем самый ближайший зонки поддержки то есть вот у нас видно зонка четко видно что здесь же и профильный объем тоже весьма заметно есть и мне бы лично конечно в идеале хотелось бы увидеть вначале вот такой выброс вверх то есть хотя бы небольшой выбор сделать в область фьючерсных блочных сделок и затем после этого уже хорошенько двинуть вниз там на самом деле падать есть куда вплоть до 094 я не разделяю от саксон например что падение на 08 хотя в принципе не исключая на прошлых выходных как раз вот проводил анализ такой глобальный вот именно глобальных тенденций по евро по фунту по фунту в принципе уже отработано а по евро там на самом деле да есть еще куда падать но опять-таки неизвестно то есть дойдут или не дойдут до тех исторических экстремов поэтому я предлагаю просто не гадать и смотреть то что момент в моменте мы четко видим что цена отскочила у нас от найду наибольшей области проторговки то есть у нас виден вот сегмент был до этого также был сегмент то есть такие диапазоны цена при коррекции как правило с первого раза практически никогда не проходит процентов 90 вероятности от них дают реакцию что собственно и произошло то есть она подошла ударилась об двойную маржинальную зонку вот она зеленым цветом показано также сочетание с зоной продавцов с накопленными объемом предыдущими дала реакцию вниз и затем через внутреннюю коррекцию снова можно будет есть продавать уже на движение там в район 095 094 095 в этот диапазон поэтому да я евро полностью согласен что здесь только исключительно продаж на покупке реально серьезно покупки ничего не вижу потому что объемы даже которые были крупные залиты при росте они уже перекрыты вниз то есть говорить о покупкой здесь просто нечего если они даже будут это не более чем коррекция а вот касательно золота вот здесь я немножко все-таки не соглашусь дело в том что по золоту если снова таки посмотреть в целом как выглядит вся структура падения по нему то есть мы четко видим направленность как сделала как экстремумы выглядят и даже специально еще накинул такую трендовую и конечно же там цена будет пилить периодически потому что чем глобальней какое-то построение тем больше его пилят это нормально но пробоя здесь фактически него потому что пробоя смотреть на дневном графике пробоя здесь не было и я склонясь вариант что или с текущих прямо вот цена может повалиться вниз как минимум вот к этой зонке зонка на самом деле сильно эта область локальной проторговки это будет первая остановка дальнейшее падение у нас конечно же не исключено и может ниже по поводу долгосрочного роста здесь я бы один нюанс сказал что да он возможен но скорее всего вот примерно с этих величин то есть там 1550 1600 вот с этого диапазона я полностью согласен с тем что у нас скорее всего будет дальнейший рост а так пока что кроме падения другого варианта здесь не вижу я даже честно сомневаюсь что на новостях попытаются сделать ложный пиха я думаю что без него цена просто дальше узнают свалится вниз и тем более у нас сейчас декабрьский контракт торгуется ну именно у нас есть такая хорошая область для проторговки четко видим где ключевой профильный объем на протяжении этого падения которое началось еще с начала августа то есть где находится и получается вот такой диапазон цена его протестировала сейчас сделает внутреннюю накопление то есть это фактически перепозиционирование на продажу делается и крупных участников и в случае пробоя закрепления ниже уровня 1707 у нас открывается классная возможность для дальнейших продаж первая цель здесь вторая уже на обновление минимума там район 1600 старенькая зонка она вот здесь находится и касательно смп 500 вот здесь я с тобой полностью солидарен десна на всякий случай на всякий случай оставила вот эту вот зону вверху причем потому что ну чем не эта зона например нравится тем что она во первых как некое вращение то есть здесь происходило предыдущее накопление хорошее здесь же у нас и локальное накопление объема была сделана вот в текущем декабрьском контракте и если вдруг даже подскок дело то с этой зоны можно просто так вот закрыть этими глазами продавать потому что здесь ну просто сильнейший диапазон реально сильнейший вот так что либо с нее мы попадаем там в район 33 500 либо буквально вот с текущих для текущих в принципе на более младшем начать на часовом графике уже условия создали по поводу будет ли это падение конечным я не думаю так потому что у нас все-таки есть очень крупный интерес вот к уровню 34 с точки зрения опционов здесь находится очень мощная поддержка и очень мощные проторговки по путам здесь проходят и причем в текущем декабрьском контракте на что 34 стоят думаю что ну если даже может в этом месяце возьмем может следующем диски меня не люблю ставить временные рамки потому что экспирация все равно у нас будет в середине декабря то есть времени у нас еще более двух месяцев есть для этого следовательно то есть мы скорее всего достигнем с очень очень большой вероятность но пока что ближайшие смотрим вот как раз как ты уже озвучил в районе это 3 500 3 550 вот здесь я считаю наиболее вероятно поэтому да и за дальнейшее снижение с на 500 и в данном случае это очень хорошо коррелирует и с золотом и также съем ну собственно и остальные валюты за ними тоже подключаются спасибо тебе за твои рекомендации и в принципе синхронность с тем что было с точки зрения фундамент озвучено мной у нас с тобой старая добрая традиция мы в заблуждение не вводим друзья мы стараемся адекватно объективно следить и оценивать то что на рынке происходит ну решение принимать уже вам еще раз напомню что сегодня но он формировал события которые трудно переоценить особенно сейчас когда все постоянно говорят о том как далеко готов зайти фрс вот со своим ростом процентность это влияет на рынке поэтому обязательно контролируйте риски и следите за загрузкой депозит ну денис тебе тоже соответственно если будешь в рынке на перед этим отчетом и после этого отчета хорошего трейда чтобы ничто не испортило настроение перед выходным спасибо тебе за то что смог найти время до скорых встреч пока все спасибо тебе тоже что поделился мнениями и конечно же отличных заранее выходных спасибо денис пока пока пока